Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня мы приготовим вместе шоколадный крем-чиз. Я его буду использовать как ганаш для прослойки коржей для торта, но также его можно использовать для различных десертов или в качестве наполнителя. Это один из самых универсальных и популярных кремов, для приготовления которого вам не понадобится много времени и усилий. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления нам понадобится сливочно-творожный сыр типа Филадельфия, жирные сливки, темный шоколад и сахарная пудра. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сначала нужно растопить в микроволновой печи шоколад. Я это делаю короткими импульсами по 30 секунд, чтобы ничего не подгорело. Также это можно сделать на водяной бане. Вот до такого состояния будет вполне достаточно. И теперь нужно все хорошо, тщательно перемешать. Это очень удобно делать с помощью силиконовой лопатки. Перемешиваем до полной однородности, чтобы не осталось никаких кусочков. Если вы видите, что весь шоколад полностью не растопился, то можно его поставить в микроволновую печь еще на 30 секунд, затем достать и еще раз хорошо перемешать. Затем подготавливаем емкость с холодной водой. В воду я добавила несколько льдинок. И помещаем емкость с шоколадом в емкость с холодной водой, для того, чтобы он побыстрее остыл. Можно просто оставить остывать шоколад при комнатной температуре. Для ускорения процесса время от времени можно его помешивать. Далее 300 грамм сливочно-творожного сыра. Смешиваем со 150 миллилитрами жирных сливок. Сливки у меня 30% жирности. И добавляем 50 грамм сахарной пудры. Сначала все немного перемешиваем обычной ложкой. И затем взбиваем миксером до полного загустения. Сливки и сливочно-творожный сыр должны быть хорошо охлаждены. У меня этот процесс обычно занимает 4-5 минут. Вот такая примерно консистенция должна у вас получиться на данном этапе. Шоколад у меня хорошо остыл. И теперь постепенно добавляю по 2 столовые ложки шоколада в сливочно-творожную массу. И продолжаю перемешивать миксером. Делаю это постепенно. Добавила 2 столовые ложки, перемешала. И так поступаю, пока не кончится шоколад. Вот такая консистенция должна получиться у крема. Обратите внимание. Посмотрите, я вот вам сейчас показываю. Это шоколадный крем-чиз на сливках. Также есть другой рецепт, который точно такой же, только с добавлением сливочного масла. Готовый шоколадный крем убираем в холодильник до использования. Можно его переложить в кондитерский мешок. Особенно, если вы будете наполнять им, например, кексы или капкейки. Я же в этот раз его буду использовать просто, чтобы смазать коржи для торта. Шоколадный крем-чиз получается очень вкусный. Конечно, вкус крема будет зависеть от качества шоколада, который вы добавили. Также он очень хорошо держит форму. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем желаю удачной выпечки, приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.